Дела земельные И для этой беседы познавательной, полезной Мы пригласили сегодня Н.Ж. Мухаммед Галиева Начальника отдела госрегистрации недвижимости физлиц Управления Росреестра по Татарстану Здравствуйте Добрый вечер И Алмазаб Драхманова, заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Татарстану Здравствуйте Добрый вечер Росреестра, кадастровая палата Это такие учреждения, куда люди ходят не часто Но уж если пришли И вот именно потому что не часто, поэтому возникают различные вопросы Уж если пришли, решают такие вопросы С которыми приходится сталкиваться не часто И поэтому знаний глубоких нет А плюс какие-то изменения еще В базе законодательной И в общем вопросов возникает много Вот о них сегодня постараемся мы поговорить Инжейс Магдановна, с какими проблемами Чаще всего сталкиваются люди Когда к вам в Росреестра приходят Ну не знаю Тройка самых актуальных вопросов Самых часто встречающихся Ну не знаю как насчет тройки Но наверное одна из самых главных Актуальных проблем для заявителей Которые приходят к нам И вроде бы представили документы И на приеме у них эти документы приняли И вопросов никаких не возникало Это как раз приостановление Государственной регистрации права И кадастрового учета объектов недвижимости В настоящее время В соответствии с целевыми моделями По повышению инвестиционной привлекательности Субъектов Российской Федерации В управлении Росреестра Реализуется дорожная карта Одним из ее показателей Которым мы вообще стремимся Которым мы стремимся Это является снижение количества Приостановлений и отказов Вот как раз я хотела бы пояснить Почему, откуда же все-таки Появляются эти проблемы По приостановлению И как мы с ними стараемся бороться Как раз реализуя дорожную карту Дело в том, что, как я вот уже сказала Согласно законодательству Сотрудники многофункционального центра Которые сейчас принимают документы У наших заявителей Обязаны принять тот пакет документов Который заявитель представил И неважно, это полный пакет документов Все ли достаточно Все ли в порядке с документами У меня уже есть замечания Понятно, что если я подала неполный пакет Естественно, меня развернут Разве не так? Нет, не так То есть вы пришли Документы представили И сотрудник многофункционального центра Эти документы обязан принять И он не проводит экспертизу этих документов То есть их не изучает при приеме Он обязан их принять И в общем-то В том виде, в каком есть И затем передать этот пакет документов Уже на рассмотрение На изучение государственному регистратору прав И вот уже регистратор прав Изучив, проведя правовую экспертизу документов Уже смотрит Все ли с документами в порядке И как раз вот на этом этапе Не на этапе приема А на этапе изучения документов Значит, принимается решение Возможно зарегистрировать Или все-таки придется Приостановить регистрацию Конечно же, регистраторы сейчас стремятся К тому, чтобы как можно было Меньше приостановлений Значит, стараются в срок Который предусмотрен законом Значит, либо самим Очень быстро направить Запрос необходимый Допустим, в какой-то полномочный орган Этим занимается регистратор Они и меня вызывают И говорят Вот у вас не хватает вот этого Принесите, донесите Это не моя задача? Это задача регистратора Если в его функции Если в его полномочия Это входит Но зачастую бывают ситуации Допустим, вы не представили Какой-то еще дополнительный Правоустанавливающий документ Допустим, вы представили документы На жилой дом И у вас есть К примеру, на одну часть Договор купли-продажи На другой К примеру, свидетельство О праве на наследство Договор купли-продажи Вы представили А свидетельство О праве на наследство Позабыли Либо где-то там потеряли Где-то там у родственников лежит Конечно же, этот документ Мы не можем запросить У кого-то там У нотарию У нас в реальной палаты нет? Нет Невозможно это сделать? Нет, невозможно То есть правоустанавливающие документы Заявители обязаны представить сами А вот уже какие-то запросы Там, допустим По получению разрешения на строительство Там, допустим По охранным зонам И так далее Эти запросы может сделать Оперативно регистратор И вот если он как раз укладывается В сроке регистрации То, может быть, обойдется Без приостановления Но бывает, что такие вопросы Которые требуют Допустим, дополнительных запросов Или, допустим Каких-то представлений Вот самим заявителям документов Вот регистрация К сожалению, приостанавливается Поэтому надо к этому вопросу Относиться с пониманием Это ведь не остановка Вообще всего процесса Это приостановка Это означает, что Я должна буду донести эти документы И дело пойдет Конечно же А какой процент примерно Получается зарегистрировать Вот с первого прихода С первого захода, что называется Человек принес И прям сразу получилось Это прям единичный случай Нет, это не единичный случай Вот как раз сейчас Как я уже отметила Вот в соответствии С нашими целевыми моделями Мы к этому стремимся Мы стараемся Решить вопросы оперативно В том числе Оперативно решить заявителями И я еще раз хочу сказать Что ни регистратор Ни заявитель, конечно же Не заинтересованы в том Чтобы как-то приостановить Тянуть сроки Или как нам заявитель Как это вы тянете Там волокиты и так далее Конечно же Мы в этом не заинтересованы Мы заинтересованы в том Чтобы заявитель Представил документы И через определенный срок А сроки, кстати, сейчас Довольно-таки короткие Если наши зрители помнят Когда был прежний закон о регистрации Даже был срок Один месяц регистрации Сейчас В зависимости от Смотря какое заявление Допустим По ипотеке Пять рабочих дней Допустим По обычный срок Девять рабочих дней Если это учет И регистрация Одновременно Двенадцать рабочих дней Ну Согласитесь С меньшей месяца То есть сроки достаточно короткие И мы сейчас стремимся к тому И в общем-то у нас это получается Чтобы как можно меньше приостановок У нас процент на самом деле снизился Намного В цифрах можете назвать? Чтобы же прям голословными не быть В цифрах не скажу сейчас Но действительно Поверьте мне Поэтому если Хочу сказать Если регистратор Допустим Позвонил заявителю Объяснил ситуацию И нужен какой-то документ Именно от заявителя Я прошу с пониманием Отнестись Регистратор не просит Для себя лично Это не какая-то его хотелка Условно говоря Это действительно документ Который нужен для того Чтобы провести регистрацию Чтобы в конечном итоге Оказать государственную услугу Заявитель получит Свою выписку из реестра И будет полноправным Собственником своей недвижимости А по какой причине У вас в кадастре Чаще всего бывают Такие подобные приостановления У вас какая причина основная? По кадастровому учету Объектов недвижимости Основные причины приостановления Это как раз Отсутствие разрешительной документации Разрешение на строительство Несоответствие видов Разрешенного использования Объекта Видов разрешенного использования Земельного участка Либо вот опять-таки Как НЖС Магдан уже сказал Отсутствие согласования С собственниками Зонообразующих объектов Если объект расположен В охранной зоне И здесь вот я еще хотел добавить Существует у заявителей Такое мнение А как же, зачем же Разрешительная документация Если есть дачная амнистия Многие под дачной амнистией Подразумевают то, что Для ИЖС Индивидуального строительства Не нужно никакого документа Построю, что хочу А потом по дачной амнистии Все оформлю Зарегистрирую Все правильно На самом деле Это неверное понятие Разрешение на строительство Оно требовалось всегда Дачная амнистия Подразумевает То, что для постановки На кадастровый учет Объектов индивидуального строительства Не требуется разрешение На ввод его в эксплуатацию И именно Вот это понятие Не стоит путать Когда вы подаете документы Ну и еще одной Конечно причиной С которой мы тоже Совместно с управлением Росреестра боремся Это ошибки Довольно частые Такие технические Может быть Которые допускаются Кадастровым инженерам При подготовке Технических и межевых планов Это по объектам Капитального строительства По земельным же участкам Основная причина Это наверное Согласование границ Земельных участков Со смежными Соседями Со смежными землепользователями Или же Бывают случаи Очень часто Когда В межевом плане Который подготовлен На свой земельный участок Не указаны Все объекты К обстроительству Которые на этом Земельном участке Есть Хотя мы по сведениям Своим По сведениям Единого реестра Видим Что там есть Вот такой объект Ну и Наверное Такой тоже Больной вопрос Это пересечение Границ земельных участков Либо С границами Каких-либо Административно-территориальных Отделений То есть С населенным пунктом Где-то за границу Населенного пункта Выходит Либо Если приграничные С границей Муниципального образования Такие проблемы А почему такие проблемы Возникают Ведь изначально же Человеку землю давали Ему как-то обозначили границы Пусть даже это было 20 лет назад Вот он там построился Жился В какой момент это происходит Например он собрался Ее продавать И тут выяснилось Что границы Оказывается сдвинулись Ну тут Во-первых Тоже Вопрос стоит В том Что нужно определить Все-таки Где эта ошибка допущена Ошибка допущена В межевом плане Который подготовил Кадастровый инженер И сейчас предоставляет Заявителю Для осуществления Кадастрового учета Или же ошибка допущена В границе населенного пункта Когда эту границу Или муниципальное образование Вносили в кадастр Вот уже на этом этапе Кадастровый инженер Либо подтверждает Что он все правильно Все координаты правильно Внес в межевой план И говорит Что это ошибка В населенном пункте В этом случае Уже исправить Данную ошибку Полномочия есть У органов Которые утвердили Эти границы Органов местного самоправления Или если муниципальное образование Органов госвласти Субъекта Но именно на этот случай В законе предусмотрены Исключения То есть Закон о регистрации Предусматривает Возможность Осуществления Кадастрового учета В случае подтверждения Вот этой реестровой ошибки В границах Соответствующим Лицом Который уполномочен на это То есть В этом случае Мы рекомендуем всегда Кадастровым инженерам Непосредственно Подтвердить Обосновать наличие Вот этой ошибки Документально Что он все это просмотрел Поднял все необходимые документы И выявил И обратиться в орган И уже если орган подтвердит Соответственно Такие объекты Кадастрового учета Они проходят Вот вы рассказываете Так все легко Все подтверждают Кадастровый инженер Межевой план Смотрим совпало Не совпало А в конечном счете Это же всегда Выливается в головную боль Самого того Владельца этого участка Это он должен этим заниматься Он всегда инициатором Выступает в подобных Уточнениях границ Или как это происходит От него материально К сожалению У нас государственный Кадастровый учет И как и регистрация Осуществляется в заявительном порядке И обязать Кроме как решением суда Мы ни орган Ни того же самого Кадастрового инженера Или того Кто неправильно В свое время Отмежевал границы Никак не можем Это может сделать только суд А инициатором Исцом в этом случае Выступает сам владелец Исцом конечно Заинтересованное лицо То есть тот Чьи права Нарушаются Вот этими ошибками Допущенными При межевании При внесении в кадастр Как у нас много участков На которых строения Появились Без предварительного разрешения И если дом построен Без разрешения Задним числом Его можно оформить? Вот он уже стоит Двухэтажный домин Задним числом Оформление не предусмотрено Законодательством Такого нет Нет Почему сносить Существует Очень довольно таки Обширная судебная практика Где вот эти Самовольные постройки Инжес Магдан Наверное больше Сталкивается с этим Она подправит Если Где самовольные строения Их узаканивают И на основании Уже решений суда Люди Заявители идут Готовят документацию И ставят на кадастр Учет И в последующем Регистрировать права На эти объекты Таких случаев Инжес Магдан Достаточно много Я бы хотела Также обратить внимание Что вот опять же По вопросам Приостановления Мы встречаемся С ситуацией То есть недавнего У нас дачная амнистия Если мы будем Говорить о ней Регистрация объектов Индивидуально Жилищного строительства Как раз По дачной амнистии Значит она действует Уже с 1 января 2006 года То есть уже 12-й год Множество раз Ее продлевали И причем Ее продлевали Бесконечно долго И довольно таки Ну Нередко Меняли требования По регистрации По ходу каждого Продлевали Ну Можно сказать Да То есть Менялись требования Изменялся Закон о регистрации А в сторону ужесточения? В сторону ужесточения? Сейчас уже Более в сторону Ужесточения Нет Все-таки Ужесточение Почему? Поясню То есть Вот как люди говорят Ведь раньше Подачная амнистия Разрешение не требовалось Оно в принципе Не требовалось Нами Органам регистрации Но оно требовалось Всегда в соответствии С градостроительным кодексом То есть Мы его не имели Права требовать Для того Чтобы оформить Но это не значит Что этот документ Не должен Быть Получен И лежать Скажем так В папке У самого Собственника Участка Вот Почему сейчас Многие люди Сталкиваются с проблемами Когда им говорят Что у вас самострой Значит Потому что Как раз Человек не получал Разрешение строительства Ну то есть Не хотел лишний раз Идти за каким-то За этим документом Раз не требовали Раз мы не требовали Но мы не требовали Потому что У нас Закон этого не требовал Наш закон Именно закон Касающийся Регистрации Прав Не закон Касающийся Строительства В целом А именно Касающийся Оформления Прав И вот сейчас По-моему С 2016 Год Как раз Появились изменения В закон И о кадастре И о регистрации Когда в технический план Уже в состав Технического плана Документа Требующегося Для постановки На учет дома В обязательном порядке Должно входить Это разрешение Строительства И как раз С 2016 года Где-то С середины 2016 года Люди стали Сталкиваться с проблемой Когда они представляют Технический план А в нем Нет разрешения Строительства К сожалению Мы говорим Что мы Такой дом Не сможем поставить На учет И возвращаясь К тому Что О заднем числом И были попытки Нередко Когда люди шли Получали Это разрешение Строительства Дом Уже построен Допустим В 2016 году Они получили Разрешение Строительства 2017 Ну сами понимаете Это совершенно Нелогично Что такое Разрешение Строительства Это документ Который дает Право Собственнику Правообладацию Земельного участка Построить На своем Земельном участке Дом Если вы получили Разрешение Строительства После Уже Того Как вы дом Построили Какой смысл Имеет этот документ Могли бы не получать У нас есть звоночек Судя Давайте мы Отвечемся На минуточку Ответим на вопрос Алло Здравствуйте Мы вас слушаем Слушаем вас Здравствуйте Я занимаюсь Межеванием земли Садового общества Островок Так У нас Соседкой По межевому плану Вдруг Образовалась Какая-то Полоса Кадастровый инженер Вели Обратиться В исполком Чтобы Ну Изменили Там Постановление Вышло Постановление И опять Ничего Самого человека Как так бывает Что вообще Невостребованный кусок Остался между участками Такое Разбивает Ну Насколько По вопросу Я понял Тут не о невостребованном Куске Имеется Вопрос Поступил А как раз О том Что в прошлом году Были проведены Работы Республиканские По постановке На учет Свободных земельных Участков Береговой полосы Вдоль Куйбышского Нижнекамского Водохранилищ И Вот эти проблемы В данном случае Опять-таки Связаны с изменением Законодательства Которое вступило В силу С 17-го года Раньше Если при постановке На кадастровый учет Можно было Одновременно Исправить Откорректировать Границы И соседних участков Тоже Которые уже стоят На кадастре Которые внесены В реестр То С 1 января 17-го года Такая возможность Отсутствует Это можно сделать Только при уточнении Границ земельного участка В данном же случае Что посоветуем женщине? Я бы посоветовал Обратиться Письменно К нам Пускай обратиться Либо В кадастр Палату Либо В управление Росреестра В принципе Если вопрос Немножко В компетенции Другого органа Мы его оперативно Перенаправим Конечно Еще один звоночек Есть на студию Давайте ответим еще Успеваем Алло, здравствуйте Мы вас слушаем Алло, здравствуйте Слушаем вас У меня Байганькина земля Сельхозназначение Так Вот уже там Ну я вот В 16-м году Взял землю А до этого Люди брали И До сих пор Оформить не могут землю На этой земле Можно будет строиться Нет? На земле сельхозназначение Спасибо за вопрос На земле сельхозназначение Можно будет строиться Когда-нибудь При каком условии? Если гражданин Имеет в виду Построить Жилой дом Капитальный Жилой дом То нет То есть земля Должна использоваться В соответствии с его Целевым назначением То есть если земля Предназначена для Сельхозпроизводства Соответственно Строить на этой земле Нельзя То есть опять же Если человек построит То это будет Самовольное строительство То есть для того Чтобы построить Индивидуальный Жилой дом Земля должна иметь На значение Индивидуальное Жилищное строительство Либо ведение Личного подсобного Хозяйства Если этот участок Находится в границах Населенного пункта Инжес Магданов Вы мне до начала Программы говорили Что с любыми вопросами С любыми проблемами Касающиеся кадастра Росреестра Оформления земли Готовы помочь Специальные люди Которых у нас сейчас В изобилии развелось Какие-то люди Которые представляют Что они Росреестра Да Вы знаете Предлагают решить Любую проблему быстро Да Мы уже в прошлом году Обращали внимание На то Что к нам приходят люди И жалуются Что приходят Какие-то письма Прямо В почтовые ящики Граждан О том Что ссылаясь На наше ведомство На дорожную карту На дорожную карту На которую я говорила Какие-то у людей Проблемы Если в прошлом году Это было Что у вас Участок не отмежован Необходимо сделать Межевание До 1 января 2018 года В этом году уже Еще какие-то Новые проблемы Прибавились Значит у вас Не оформлен участок У вас дом Не привязан К земельному участку И так далее Я прошу Обратить внимание Наших зрителей Что эти письма Не относятся Ни в коем случае Никакого отношения Не имеют К нашему ведомству Значит люди Которые уже Обращались К таким К таким вот Организациям Которые видимо Ищут себе работу Отдают немаленькие деньги Я прошу Получив такое письмо Прежде всего Обратиться к нам Нет Обратиться к нам Обратиться Либо за консультацией Либо получить выписку Либо позвонить по телефону Колл-центра Который Круглосуточно работает 8 800 134 34 Выяснить сначала Имеется ли на самом деле Эта проблема У нас В управлении Росреестра В кадастровой палате Если проблема имеется Мы бесплатно проконсультируем Как можно эту проблему решить Можно написать Письменно Можно через интернет Приемный Можно через видеоприем По скайпу Можно не выходя из дома То есть очень много Способов Именно общения с нами Перепроверить Получите это письмо Не бегите сразу В эту организацию Обратитесь лучше к нам Спасибо большое Времени как всегда мало Потому что вопрос горячий Потому что звонков много Спасибо огромное Что нашли время к нам прийти Спасибо Это была программа Актуальный разговор Мы сегодня говорили Про дела земельные Редактор субтитров А.Семкин